Как мы уже сообщали, накануне президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором рассмотрены результативность проводимой работы по развитию сферы услуг, а также приоритеты последующей работы в данном направлении. Глава государства дал конкретные поручения ответственным руководителям по использованию незадейственных возможностей в сфере, обозначил направления, над которыми необходимо сконцентрировать усилия. Комментарии на тему далее в нашей программе. С точки зрения потенциала, сфера услуг должна быть у нас ведущей отраслью в плане развития предпринимательства, создания новых рабочих мест, сокращения бедности. Однако, насколько эффективно используется ее потенциал? Именно это детально обсуждалось на видеоселекторе под председательством главы государства. Об актуальности говорит и факт принятия постановления президента в мае, а также указа в сентябре текущего года, направленных на развитие отрасли. Согласно статистике, с начала 2021 в сфере реализовано 29 тысяч проектов на 18 триллионов суммах. Рост составил 20%. Впрочем, во многих местах уровень оказания услуг остается низким. Обратимся к мировому опыту. В республике Корея насчитывается более 700 видов услуг. В этом плане она считается мировым лидером. Отсюда очевидна важность изучения зарубежного опыта. На совещании обсуждены вопросы широкомасштабного развития сферы услуг, использования незадействованных возможностей. Глава государства подчеркнул необходимость особого подхода к каждому региону. Привел конкретные примеры. С учетом численности населения, географического положения и экономического потенциала, районов и городов выделено три направления развития сферы. Первое – развитие услуг в 158 районах. Здесь приоритетное внимание будет уделено туризму в 45 районах с туристическими достопримечательностями и 40 горных районах. Хакимом Паркенского, Шахрисабского, Камашинского, Байсунского, Сарасийского, Каттокурганского, а также 25 других районов в целях развития туризма обращались с вопросами относительно дорог и мобильной связи. Мы провели опрос среди людей. Они говорят – сделайте дороги, мобильную связь и быстрый интернет. И тогда изменится не в два раза, а в пять раз. Например, села Наврус, Мираки, Охдарё и Гесар, Шахрисабского района ежегодно посещают около 500 тысяч туристов. Но из-за того, что не развита инфраструктура дорог, мобильной связи, интернета, гостиниц, туристы приезжают только на один день, и в среднем им оказываются услуги на 150 тысяч суммов. Если за 60 миллиардов сумм в этом регионе отремонтировать 65 километров дорог, улучшить доступ к интернету и мобильной связи, объём услуг здесь можно увеличить в 3-4 раза. За счёт этого в 45 сёлах можно создать 2000 гостевых домов, 5 гостиниц, 100 пунктов питания и торговли. Вот в Камашинском районе есть уникальная майданахская обсерватория, а также памятник 14 века, мечеть Лангерота. Можно привлекать туристов со всего мира, но 38 километров дорог, ведущих к этим объектам, требуют ремонта. Поэтому невозможно полностью использовать потенциал майданака. Там как минимум надо построить места для отдыха на 2-3 тысячи мест. Можно сделать современным туристическим объектом майданак вместе с Лангерота. Далее, в 27 районах с развитой промышленностью приоритет будет отдан услугам торговли, общественного питания, логистики, гостиниц и развлекательных заведений. В районах с высокими доходами от сельского хозяйства упор будет сделан на развитие современного агросервиса. Так, в Камашинском районе будут созданы Центр агроуслуг и частные ветеринарные клиники. В районном центре планируется построить эко-рынок с холодильным хранилищем на 200 тонн и создать тысячу рабочих мест. Хакимам районов было поручено разработать аналогичные программы на примере Камашинского района. На виде селекторном совещании обозначены задачи по развитию сферы услуг на основе разделения всех городов и районов республики на категории, исходя из их географического положения, специализации. В частности, по Камашинскому району мы дали информацию о мечети Лянгарота и мавзолее Хазраты Лянгар. Определен ряд мероприятий по развитию паломнического туризма. Кроме этого, в 70 километрах от райцентра расположена обсерватория Майданак, 9,5 тысяч гектаров вокруг которого покрыты лесом. Воздух поражает своей чистотой, а также здесь есть мезорождение соли, содержащей в составе йод. Потому у местных жителей не встречается болезнь щитовидной железы, ЗОП. Президент одобрил наше предложение по организации в этой местности медицинского, экологического, астрономического туризма, а также домов-гостиниц, юрт-гостиниц, объектов отдыха для туристов. Дорога, ведущая к этому месту на протяжении 36 километров, построенная еще в 1986 году, нуждается в ремонте. Не только в нашем, но и во всех 26 горных и предгорных районах будут отремонтированы инфраструктурные объекты, связанные в частности с дорогами, электроэнергией, интернетом. Поставлены большие цели. В этом плане даны поручения соответствующим министерствам и ведомствам. И мы приступаем к их реализации. В следующем году в 21 районе будут построены массивы Янги-Узбекистон на 10 тысяч семей со школами, детскими садами и медицинскими учреждениями. И это прекрасная возможность для развития сервиса и торговли. На торговых и логистических услугах будут специализированы 25 приграничных районов и 100 районов, по территории которых проходят международные автомагистрали и железные дороги. Ответственным лицам поручено разработать программу развития придорожного сервиса, кардинально улучшить инфраструктуру пунктов пропуска с соседними странами и ведущих к ним дорог. В целом в указанных 158 районах имеются условия для создания 300 тысяч рабочих мест в сфере услуг. Второе направление – развитие современных рыночных услуг в 29 средних и крупных городах, а также в 6 районах с населением более 300 тысяч человек. В связи с этим даны поручения по эффективному использованию нежилых помещений и многоэтажных домов, выставлению на аукцион земельных участков под сооружение из легких конструкций. Не секрет, что во многих городских школах и дошкольных учреждениях не хватает мест. В связи с этим поставлены задачи по расширению охвата частных образовательных услуг, выделению земельных участков под строительство школ и детских садов. Также отмечалось, что исходя из опыта Ташкентской области, в каждом регионе необходимо открыть IT-академии для обучения молодежи современному сервису. В целом в указанных 35 городах и районах намечено создание 200 тысяч рабочих мест в секторе услуг. По третьему направлению планируется принять специальную программу развития высокодоходных услуг в Ташкенте, Самарканде и на Мангане. К примеру, в Сергилийском районе столицы есть возможность создать 5 тысяч рабочих мест в торговле за счет создания инфраструктуры вдоль надземной линии метро. Или же можно создать художественные улицы с магазинами картин, скульптур, изделиями ремесленников. Увеличение розничной торговли в таких крупных городах, как Ташкент, Самарканд, Бухара, будет способствовать введение системы Tax-Free, дальнейшее увеличение розничных продаж за счет открытия в городе магазинов Duty-Free. В целом в Ташкенте, на Мангане и Самарканде планируется создать 750 тысяч рабочих мест в сфере услуг. Самое главное, государство продолжит поддержку сектора. В следующем году на реализацию новых проектов будет направлено 500 миллионов долларов. Рациональное использование этих солидных вливаний обеспечит новый виток развития сферы, расширение и повышение качества услуг, создание сотен тысяч новых рабочих мест. Все это факторы улучшения уровня жизни, повышения доходов населения в целом.